Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 25 миллионов рублей. И его можно увидеть здесь на канале по субботу. А сегодня очередной аналитический выпуск, посвященный российскому рублю, а точнее курсу доллара в рублях. Сегодня я пишу влияние большинства основных курсообразующих факторов на стоимость доллара в рублях. Естественно будет, как и обещал на обложке, прогноз доллара на не столь отдаленное будущее, на декабрь, то есть до конца года. Будет и про нефть, и про вакцины, не смогу не коснуться текущих вирусных эксенционных рисков, индекс доллара, денежная масса, вывоз капитала, несколько слов про возможность девальвации рубля и так далее. А сначала есть смысл оценить текущее положение вещи и посмотреть на входные данные для анализа. Итак, валютная пара доллар-рубль сейчас находится довольно близко к верхней границе коридора 72-77 рублей за доллар. Причем волатильность позволяет реальному курсу рубля периодически вываливаться за верхнюю границу указанного диапазона. Этот коридор значений курса для доллара я считаю фундаментально обоснованным. Когда я так говорю, это означает, что справедливый курс находится где-то посередине этих границ. А то, что сейчас курс доллара близок к верхней границе, это означает, что совокупность нескольких негативных эмоциональных факторов в моменте перевешивают и ослабляют рубль сверх меры. Я уже говорил об этом фундаментальном обоснованном диапазоне много раз. Я не кричал, что скоро будет полный ужас, девальвация, Армагеддон и доллар будет по 100 рублей или даже выше уже завтра. Я просто оценивал цифры, факты и тенденции. Однако, кроме цифр тенденций и закономерностей, есть еще и непрогнозируемые события, так называемые черные лебеди, которые порой влияют на курс доллара даже сильнее, чем фундаментал. Это эмоциональное влияние на рубль. Причем такому влиянию подвержены и частные лица, и руководители крупных компаний. Но я все равно за спокойный и взвешенный анализ различных экономических процессов и трезвую аналитику. У меня здесь графики, факты и логика за эмоциями и ужасами на другие каналы. Ну, давайте ближе к делу. И начну с самого очевидного и самого влиятельного курса образующего фактора – с нефти. Если речь идет о стоимости доллара в рублях, то без оценки перспектив цены на нефть в долларах нам не обойтись. Так вот, нефть Brent сейчас чувствует себя очень волатильно. После сравнительно недавнего локального минимума цена нефти Brent опять показывает значение выше 43 долларов за бочку. И вроде можно радоваться, если не понимать, что глобальный рост заражений порождает все новые и новые санитарные ограничения в различных странах. А следовательно, рост спроса на нефть будет находиться под давлением еще долго. То есть восстановление нефтяного спроса будет носить затяжной характер. Еще недавно был не очень утешительный прогноз спроса на нефть от ОПЕК+. А теперь от технического комитета ОПЕК+, приходит ободряющая информация. Это вот было совсем недавно. Кстати, технический комитет обещает до 1 декабря дать свои рекомендации по дальнейшей политике ограничения добычи нефти. Что они там на будущем заседании решат, я, конечно же, не знаю. Но ОПЕК+, явно предстоит еще учесть текущую и будущую ковидную ситуацию и дополнительные ливийские объемы нефти. И как-то еще придется им подумать о будущей иранской нефти, которая способна вылиться на рынок при определенных условиях. Есть, конечно, некоторые факторы, которые поддерживают цену на нефть, но, как правило, сейчас они довольно краткосрочные и лежат скорее в области эмоционального позитива. Ну, вот, например, те же вакцины там и так далее. Кроме того, спрос на сырье и нефть, в частности, сильно зависит от темпов восстановления мировой экономики. Восстановление уже происходит, но оно явно осложняется местами ухудшающейся вирусной ситуации. И это все потенциально негативные процессы для нефти и для рубля, как вы понимаете. Поэтому вопрос будущего роста цены на нефть на данном этапе остается открытым. В общем, по нефти вполне может начаться затяжная коррекция или боковое движение. Цена нефти сейчас явно под давлением неопределенности по будущему спросу, который прогнозируется как слабый и как неустойчивый. И если произойдет существенная коррекция в нефти ниже 40 долларов за бочку, то это будет означать, в свою очередь, не только закрепление курса доллара выше границы коридора 72-77 рублей за доллар, но и даже поход к 80 рублям за доллар. Может быть, даже и выше, что будет зависеть от глубины коррекции цены на нефть и сопутствующих этой коррекции настроений. Но в отсутствие панических настроений и каких-то других дополнительных мощных раздражителей, курс существенно выше 77 рублей за доллар пойти не должен. Скажу больше. Если продолжат выходить позитивные данные по вакцинам и другие хорошие антивирусные новости, то цена нефти вполне может уйти в сторону 45 и даже 47 долларов за бочку бренда. Но ситуация сейчас уникальна и полна неопределенностей. Обещать отсутствие дополнительных внешних раздражителей и тем более много хороших новостей по вакцинам и т.д. я сейчас точно не могу. В общем, риски по дальнейшему увеличению заражения и снижению спроса на нефть в связи со всем вышесказанным остаются. И это важно. Далее. Тоже очень весомый фактор курса образования. Но он скорее психологический, чем фундаментальный. И речь сейчас пойдет о фондовом рынке. Если быть точным, то расскажу о нескольких связанных с фондовым рынком факторах. И некоторые из них даже вполне способны выйти на первый план. Тут и событий после выборов президента США, Трамп не сдается, и снижающиеся шансы по скорому получению финансовых стимулов, и возможной масштабной коррекции на фондовом рынке просто потому что пора. Так вот, Трамп пока не собирается освобождать крест на президента и грозиться масштабными судами. Делает яркие заявления и обещает остаться. А что из этого получится, пока непонятно. Думаю, ясно, что если Трамп начнет выигрывать суды и предоставлять реальные доказательства фальсификации, то фондовый рынок может отреагировать на такие дела очень даже ярко. И как следствие, рубль тоже. Далее. Если американской экономике дадут долгожданные стимулы, то и здесь возможна бурная реакция фондового рынка. Рынок ждет эти стимулы и способен на них порасти довольно неплохо. Однако и вполне может произойти коррекция уже после этих самых стимулов. К тому же сейчас произошел ряд заявлений, что республиканцы не настроены договариваться по размерам этих экономических стимулов с демократами. Ну а в случае, если до стимулов все-таки не договорятся еще долго, то фондовый рынок способен приуныть очень заметно. Особенно если тему с заражениями коронавирусом в это время подраскрутят сильнее и так далее и тому подобное. Ну в общем-то даже без ярких отрицательных событий фондовый рынок просто способен занервничать под тяжестью различного негатива. Поэтому куда сейчас качнет фондовый рынок реально сказать сложно. Однозначно будет повышаться волатильность, которая если не напрямую, то через общий негативный фонд вполне может повлиять на курс рубля относительно доллара. Но надо понимать, что просто волатильные движения на пару доллар-рубль влияют не сильно. Существенное влияние на курс доллара в рублях можно увидеть только при мощных движениях фондовых рынков. А их прогнозировать крайне сложно. Продолжаю. Понятно, что в мире сейчас темпы по заражениям растут. Об этом говорят практически все без исключения средства массовой информации, статистика и так далее и тому подобное. Ну а в России вот такой график по заражениям. Тут радоваться в общем-то нечему. Заражения растут быстро. Небольшое замедление в Москве пока ни о чем не говорит. И совершенно неудивительно, что часть страха за будущее уже находится в стоимости доллара. Я не знаю, какой график по заражениям будет, например, в декабре. Возможно, даже дойдет до панических настроений в обществе. Мне вот в комментариях, например, пишут, что в некоторых городах скорая уже даже не выезжает к больным с затрудненным дыханием. Ну, это я не утверждаю. Это было написано в комментариях. Ну, в общем-то, и написано не раз. Если это так, то перспектива не очень хорошая. Вполне может дойти до паники. Ну, а для россиян любимое занятие во время паники – это скупать доллары и евро. Ну, вот еще и квартира и машина, как выяснилось. Да к тому же еще и в кредит. Это, конечно, совсем жесть, но сегодняшнее видео не об этом. Особо впечатлительные, возможно, будут готовы покупать доллар и выше 100 рублей на панике, раз уж машины в кредит берут на последние. Во время паники происходят совершенно другие процессы в мозге. Ну, в общем-то, это видео и не об этом тоже. Те, кто уже поучаствовал в подобной панике, сделайте правильные выводы. Покупать валюту нужно на спокойном рынке по нормальному курсу. Ну, просто элементарно планируя такие шаги заранее. Либо покупать регулярно, несмотря на курсы, не пытаясь выгодить какие-то там копейки. Далее. Будет сегодня еще и про санкции, про рост денежной массы и про то, как ЦБ поддерживает рубль. Собственный сам прогноз по курсу доллара еще впереди. А сейчас несколько секунд на то, чтобы впервые пришедшие на мой канал зрители узнали, что в последние годы я успешно реализую инвестиционную стратегию под названием дивидендная зарплата. А на экране сейчас обложка к основному и самому важному видео этого канала. Оно ежемесячно обновляется, вот это последнее обновление было довольно-таки недавно. Смотрите и увидите, как дивидендная зарплата растет, а финансовая независимость приближается. Продолжаем. Сейчас курс пары доллар-рубль довольно в большой степени зависит от различных геополитических эмоциональных рисков. Некоторые из которых обладают потенциалом перехода в санкционы. Некоторые начали даже ослабевать в последнее время, что, конечно же, радует. Я их перечислял уже много раз, поэтому подробно останавливаться на них смысла не вижу. Это и события в некоторых соседских странах, и происшествия с лидером российской оппозиции, уже почти забытые, так как о нем не говорят по телевизору. Негативных событий в последние месяцы произошло реально много, даже слишком много. Да и рост заражений вполне можно отнести к усиливающимся негативным эмоциональным факторам. И совершенно неудивительно, что на фоне такого вот эмоционального негатива увеличивался уход от рисков и вывоз капитала. Уход от рисков выражается преимущественно в продаже российских активов и валюты. И, как правило, сопровождается покупкой долларов и евро. Я уже рассказывал, что отечественная валюта в последние месяцы потеряла поддержку со стороны спроса нерезидентов на ОФЗ. И этот спрос сейчас не торопится восстанавливаться. Кроме уже упомянутых сегодня санкционных рисков, связанных в основном с геополитикой, могут нарисоваться и санкционные риски, связанные со сменой президента США. Некоторые довольно жесткие демократические санкционные инициативы вполне способны всплыть в будущем. Ну, если, конечно, Трамп не вернет себе кресло президента. И надо сказать, что уже сейчас именно в основном будут санкционные риски и нервозность в нефти держат курс доллара близко к верхней границе фундаментально обоснованного диапазона. Именно ослабление предвыборных санкционных рисков и позитивные новости по вакцинам вернули предпанический курс доллара в рамке фундаментально обоснованного диапазона значений. Фундаментальным этот курсообразующий фактор назвать нельзя, но данный санкционный фактор может в один день перевесить большинство причин для укрепления рубля. Такое мы уже с вами видели, можно сказать, даже не раз. Продолжаю. Впереди еще несколько важных курсообразующих факторов и обещанный прогноз по курсу доллара на декабрь. Все в порядку. Кстати, ставьте лайк и пишите комментарии, ведь именно такие ваши действия помогают каналу развиваться. И подписаться можно в этот момент заодно. Тут у меня полно всего полезного для инвесторов. И никто вам здесь не будет впаривать IPO, страховки и другую ненужную хрень. Продолжаю по существу. Напомню, что отток капитала рос довольно долго. Это однозначно минус для рубля. Текущие данные по вывозу капитала мне неизвестны. Но думаю, что он, наверное, как-то продолжался. И, возможно, сейчас вот на вакцинах может как-то приостановиться. Напомню также, что желание властей развивать внутренний туризм положительно влияет на курс рубля. Правда, положительный эффект от этого существенно снизился, так как туристический сезон, очевидно, уже закончился. Международный перелет сейчас очень далеке от уровней дековидной эпохи. Справедливости ради, например, та же Европа сейчас демонстрирует высокий рост заражений и совершенно не спешит открываться для любых туристов полностью. Как вы понимаете, это все поддерживает рубль, хоть и не очень сильно. Далее, продолжу по положительным дерубля факторам. И несколько слов про девальвацию, конечно же, будет. Почему-то один из самых популярных вопросов в комментариях именно про девальвацию и дефолт. Ну, так есть. Известно, что ЦБ не управляет курсом доллара уже давно, а таргетирует инфляцию. То есть, управляемой девальвации рубля сейчас нет. Косвенно дополнительно на это указывает тот факт, что сейчас принят курс на увеличение внешнего и внутреннего долга с целью сокращения дефицита бюджета. Уже известно, что план по привлечению денег через ОФЗ перевыполняется. Также, чтобы закрыть пандемическую дыру в бюджете, внедряют налог на полезные ископаемые, повышают сигаретные акцизы, ну и так далее, и так далее. Это неполный список инициатив, призванных сократить дефицит бюджета. Это все касается страха в будущей девальвации. Кроме того, Центральный банк Российской Федерации сейчас даже поддерживает рубль. И речь идет не о бюджетном правиле. Бюджетное правило работает само по себе. Речь сейчас идет о ежедневной продаже валюты в объемах почти 4 миллиарда рублей. И это происходит в рамках сделок с акциями Сбербанка и Аэрофлота. Да, такое сейчас тоже есть, ЦБ получается, что поддерживает рубль. Но надо понимать, что, конечно, при мощном, неожиданном негативе, при неконтролируемых событиях и девальвация тоже возможна. От этого мы не застрахованы совершенно. Однако сейчас, вот конкретно на данный момент, предпосылок для девальвации рубля не просматривается совсем. Пока вот даже наоборот, мы видели некоторое укрепление рубля. Далее. Хорошие новости по вакцинам от Pfizer и Moderna не только воодушевили фондовые рынки. Они еще и повлияли на силу самого доллара относительно других основных мировых валют. По графику индекса доллара очевидно, что доллар опять возобновил свое ослабление. Понятно, что это также слегка поддерживает рубль. Но только слегка. Этот фактор не в силах конкурировать с обилием в основном эмоционального негатива. Однако данный фактор и несколько предыдущих позитивных формируют положительный для рубля фонд. Я даже сейчас не учитываю некоторые краткосрочные позитивные факторы, такие как налоговые периоды, ну и типа того. Так вот, это были усиливающие или поддерживающие факторы для рубля. Сейчас они стали более заметными и весомыми, чем, например, месяцем ранее. Даже вот такой прежде отрицательный фактор, как рост денежной массы М2, в последний отчетный месяц показал положительную динамику. Агрегат М2 – это важный показатель. И очень жаль, что он публикуется с серьезной задержкой. Если бы можно было быть уверенным, что такая тенденция сохранится, то и мой прогноз по доллару был бы несколько точнее. И в рубле я был бы увереннее. Видно, что различных курсообразующих факторов много. Хватает даже вот поддерживающих рубль. Ну а теперь охарактеризую ситуацию по перспективам рубля, так сказать, в общем. Что же у нас получается? Сейчас фундаментальные факторы довольно однозначно указывают на середину того самого, уже многим из вас известного, коридора значения курса доллара – 72-77 рублей. Однако я далек от уверенности в том, что цена на нефть будет выше 43 долларов за бочку Brent в декабре. Ну нет такой уверенности, хотя, конечно же, может быть все что угодно. Мы помним, что впереди заседание ОПЕК+. И там, конечно же, постараются поддержать нефть. Но это может просто не получиться. Объективно, цена нефти сейчас все-таки под давлением вирусной ситуации и радостной эйфории на новостях о вакцинах может оказаться временной. Это я сейчас говорил в основном о фундаментале для рубля. А вот факторы случайности и эмоциональные факторы уже явно говорят о вполне возможном ослаблении рубля в обозримом будущем. Это такой довольно взрывоопасный коктейль санкционных и пандемических рисков. Пандемический курсообразующий фактор тоже случайен и уже эмоционален. И тоже, к сожалению, слабо прогнозируется на данном этапе, как и будущие возможные санкции. Я, конечно же, не пугаю, но предупреждаю, что все те, ну, довольно уже многочисленные поддерживающие рубль-факторы легко могут уйти на второй план, если в обществе взыграют эмоции, например, на короне. Тут я не нагнетаю однозначно. Сама ситуация по короне нагнетается, и конца ей пока не видно. Станет декабрь лучше или хуже, я вот не знаю точно. Итак, что получается? Ожидаемый курс на декабрь около 77-78 рублей за доллар. Возможно, ниже. Я говорю это осторожно. Помним, что поддерживающих рубль-факторов вроде как хватает, но и риски все же остаются. Ну а при повышении градуса негатива и нервозности курс может зайти и за 80 рублей. А дальше будет зависеть от причин и глубины панических настроений. При этом, повторюсь, фундаментально обоснованный коридор по курсу доллар-рубль оставляю прежним 72-77 рублей за доллар. Это означает, что при снятии большинства негативных эмоциональных факторов реальный курс будет стремиться внутрь этого диапазона. Даже, можно сказать, в середину. Итак, на сегодня явных и конкретных причин для дальнейшего серьезного ослабления рубля и тем более девальвации пока нет. Но весь этот прогноз сделан естественно без дополнительных черных лебедей и без дальнейшего мощного развития санкционных рисков и соответствующей риторики. Это нужно понимать. Если же появятся явно негативные и судьбоносные дополнительные факторы, влияющие на курс образования, то и прогноз данный придется также менять. А пока вот так. Ну а на сегодня это все. Пожелаем удачных инвестиций, всем здоровья, большой профит, и да и прибудет с вами силы сложного процента.